Нередко происходит и обратная ситуация. Ущерб в природе наносит человек. Сейчас в городах сокращается численность воробьев, поэтому по всей России проходит перепись этих пернатых. Для чего она нужна, знает Дарья Эйвазова. Сегодня орнитолог Игорь Фефелов вышел на охоту. Правда, вместо ружья у мужчины камера смартфона, а ценная добыча — снимки птичьих стай. Так, иркутские ученые участвуют во всероссийской переписи воробьев. Их количество в городах в последние десятилетия существенно снизилось. И это тревожит специалистов. Ведь пернатые — важная часть городской экосистемы. Все-таки определенные пользы они тоже приносят. Они могут питаться зеленовыми кормами, зимой основными питаются. А птицов они кормлют насекомыми. И как раз они неплохо обирают вредителей со многих лесокустарниковых пород, например. Но сейчас кустарники в городах обрабатывают химикатами. Газоны стригут, и птицам не хватает корма. К тому же воробьян становится негде укрыться. В новостройках практически нет ниш, где можно вывезти птенцов. Конечно, посчитать всех пернатых до единого в городе нереально. Однако основная задача переписи — выяснить, где чаще всего встречаются воробьи, есть ли для них подходящие условия. Присоединилась к подсчету птиц и наша съемочная группа. Но найти воробьев оказалось сложно. В районе Лисихинского парка мы засняли всего трех особей. Для того, чтобы поучаствовать в переписи, вовсе не обязательно иметь под рукой профессиональный фотоаппарат. Достаточно будет снимков на смартфон. Ваша основная задача — примерно посчитать, сколько воробьев вы видите вокруг. Кроме того, нужно обратить внимание на то, есть ли рядом кормушки. Густые кусты, ниши в стенах или другие варианты укрытий. Наблюдение можно проводить до 10 марта. А до 12 числа нужно внести всю информацию на специальный сайт. Прикрепить фотографии птиц, координаты и примечания о кормушках и укрытиях. Это поможет ученым разобраться в причинах исчезновения воробьев, а после принять меры для сохранения этих важных пернатых. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров. Новости по будням.